Всем здравствуйте! Сегодня хочу поделиться с вами своим опытом, с какой массы лучше всего делать личики для ватных игрушек. Я испробовала несколько масс, которые покупала в магазине, и делала несколько масс, именно самодельная масса. Сейчас про это и поговорим. И, пожалуй, самая распространенная глина для рукоделия, которая продается в магазине, это полимерная глина. Хорошо лепится, легко запекается в духовке 15 минут при температуре 100 градусов. Но глина должна быть белая или бледно-розовая, именно телесного цвета. Вот у меня только яркая глина нашлась, мне пришлось покрывать несколько раз это личика. Ну и к тому же это все-таки, ну, не такое дешевое удовольствие, как хотелось бы. У нас в магазине выбор очень маленький, и поэтому, вот как говорится, что есть в магазине, то и покупаю. Экспериментирую как бы, и вот теперь делюсь с вами своим опытом. Так, Невская палитра, производитель, пластика. Половину я уже использовала, но вообще вот крошечный кусочек стоит больших денег. Я сделала несколько личиков. Пластика эта белая была, но после запекания делается вот такого коричневого цвета. И если, допустим, ребенок начнет пальчиком шкрябать, все это дело вот таким образом шкрябается, и практически это не годится. Еще один минус, это пластика, когда я ее запекала, воняла на всю комнату. И потом я практически боялась даже пользоваться электродуховкой. Это вообще не подходит. Сохранилась у меня вот такая пачечка, она уже пустая, упаковка вернее. Остров сокровищ, производитель. Поначалу мне она не очень понравилась, потому что липнет. Но если приспособиться, а приспособиться надо следующим образом. Когда массу вы наложили в молд, то потом какой-то целлофанчик сверху располагаете, и палец не будет прилипать к массе. Нормальная масса. Просто надо приспособиться. Самая лучшая масса. Ну, правда, упаковка у меня не сохранилась, но вот я нарисовала, как смогла. Все понятно, да? Ну, а это АИР, наверное, название. Ну, вот сейчас у нас ее нету, этой массы, поэтому покупаю то, что есть. Купила я недавно керапласт. Целый килограмм стоит. Вот, вам видно, сколько стоит. Сразу как купила, сделала несколько личиков и как бы без проблем. Вот делала лицо Деда Мороза. Единственное, не всегда получается продавить, чтобы носик был полностью как должен. Вот получается иногда вот такой коротенький носик, но зато можно потом скатать шарик, нарастить носик и влажной кисточкой все это подделать. Тоже вариант. Вот это личико тоже. Именно с этой массы. Но сразу килограмм использовать невозможно. И вот постояла, наверное, хотя была очень хорошо упакована на несколько пакетов, салопанов и так далее. Простояла, пролежала, наверное, пару недель, может быть, чуть больше. И уже она не так послушная, как раньше. Хорошие личики получаются из полимерного клея и крахмала. Вот как тесто замешиваете и получаются хорошие личики. Но есть один огромный-огромный минус. Эти клеи так воняют, лучше использовать клей Титан. Вот когда-то я использовала Дракон или Драгон. Хуже. Титан лучше. Но и тот, и другой, они настолько вонючие, они не просто воняют, они вредные. Кто страдает аллергией, я вполне думаю, что может даже начаться аллергия. Вот эти личики я делала сама из массы. Одна часть крахмала, такая же часть соды пищевой и столько же воды. Ну, чуть-чуть, может быть, меньше, чем стаканчик. Чуть-чуть меньше. Все перемешали на сковородке, на огонь и вымешиваете тесто. Тесто пластичное. Личики приличные. Но с обратной стороны эти личики трескаются. Поэтому я решила сегодня поэкспериментировать. Вместо стаканчика воды добавить воды полстакана и немножко добавить хорошего клея ПВА. Итак, высыпаем соду, крахмал. Перемешиваем. Выливаем полстаканчика воды. Опять все это перемешиваем. Газ еще не включала. Когда перемешаем, тогда включим. Видим, что жидкости вот прям не хватает, да? Масса сухая. Но, тем не менее, у нас же это эксперимент. Огонь уже включила. Посмотрим, как будет вести себя крахмал. Вместе с содой. Ну, добавлю еще немножко воды. В общей сложности. Меньше стаканчика. В общей сложности меньше. Масса теплая. Вымешиваем. Когда воды было больше, она была очень тянучая. Сейчас она вот, видите, она не тянется. Она не такая пластичная. Но мы сейчас добавим сюда клей. И я думаю, что она, эта масса, свои свойства улучшит в нашу сторону. Ну, вот примерно чайная ложка. Вот, смотрите, масса какая стала пластичная. Отправляем в пакет для созревания, ну, минут на пять. Масса полежала. Еще вымешиваем. И будем уже раскладывать эту массу по молдам. Повторюсь, я аналогичную массу только без клея. Раньше использовала. Допустим, если делать цветочки маленькие. Сейчас покажу. Если делать цветочки маленькие, то масса не лопается. Вот эту сирень я делала примерно года три назад. Ссылочку на это видео оставлю. Можно было здесь вот как бы постараться поломать, да? Но жалко. Я вот сделала аналогичный цветочек несколько дней назад. Смотрите, он даже не думает ломаться. Очень крепкий, очень. Небольшой молд. Массы возьмем. Ну, примерно вот с черешню, так бы я сказала. Если липнет, через целлофанчик. Сразу достаем. И отправляем сушиться. Но вот здесь у нас тонкая часть. И есть вероятность, что вот таким образом личико осядет вот так вниз и искривится. Поэтому мы сделаем следующим образом. Вот кусочек оторвем. Вполне возможно, что вот эту часть, вторую, мы потом удалим. Но сейчас она нам поможет, чтобы личико не осело вниз. Так, пускай немножко постоит. Пожалуй, немножко уделю внимание, как я делала молды. Вот этот молд очень хороший. Ему несколько лет. Смотрите. Он крепкий и в то же время пластичный, гнется. Я его делала силиконовый герметик и крахмал. Именно силиконовый герметик плюс крахмал. Делаете как тесто, замешиваете. И потом опускаете сюда нужное вам личико. Высыхает молд готов. Сейчас у меня не было именно силиконового герметика. А был просто силикон. И я вот на свой страх и риск сделала вот этот молд. Он не такой пластичный. Он даже вот так вот крошится. Но на какое-то время его как бы можно использовать. Продолжение следует... Продолжение следует... В одну фигурку именно по образу и подобию вот этой фарфоровой стеклетки. Не пропустите интересное видео. Продолжение следует... Надавливаю... Масса выходит и вот как бы само собой образуется щечка. Так, здесь слой толстый, в центр добавлять ничего не будем. Достаем личики. Достаем личики. Располагаем таким образом. И вечером, ну часов, наверное, через пять, я уже переверну вот сюда. Лишнее, чтобы сохло именно с обоих сторон. Именно на мягенькое. Чтобы носик не повредился. Лишнее. Лишнее потом уберем по бокам. Все. Пускай сохнут. Встретимся через двое суток. Прошло трое суток. Личики высохли. Смотрим. Здесь вот серединку я как бы силком оторвала. Трещин практически нет. Ну вот здесь вот крошечная. Здесь серединки отпали сами. Образовалась трещинка. Но трещинки такие не критичные. Их можно замазать. Клеем ПВА. Как вот здесь я сделала. И личика получается прям приличная, хорошая личика. Крепкая. Так что очень даже рецепт рабочий. Но повторюсь. Самая хорошая масса самодельная. Как я вам уже говорила. Это титан плюс крахмал. Ну если вас конечно не пугает химический запах клея. Так. А вот эта масса покупная. Из покупных мне понравилась больше всего. Тогда я как бы зарисовала. А вот сейчас решила вам показать. Надеюсь мои советы вам понравились. До свидания. Всего доброго. Продолжение следует...